Упустишь огонь, не потушишь. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Матфей, глава 15, стих 21. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи жды семидесяти раз, стих 22. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, стих 23. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов, стих 24. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить, стих 25. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу, стих 26. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему, стих 27. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен, стих 28. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе, стих 29. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга, стих 30. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее, стих 31. Тогда Государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня, стих 32. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя, стих 33. И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, стих 34. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его, стих 35. Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо. Сам был в полной силе, первый на селе работник. Да три сына на ногах. Один женатый, другой жених, а третий подросток. С лошадьми ездил и пахать зачинал. Старуха Иванова была баба умная и хозяйственная. И сноха попалась смирная и работящая. Жить бы да жить Ивану с семьей. Только нерабочих ртов во дворе и было, что один старик, отец больной. А тут уж я седьмой год на печи лежал. Всего было вдоволь у Ивана. Три лошади с жеребенком, корова с подтелком, пятнадцать овец. Бабы обували, обшивали мужиков и в поле работали. Мужики крестьянствовали. Хлеба своего за новину переходило. Овсом подати и нужду всю справляли. Жить бы да жить Ивану с детьми. До двора об двор жил с ним сосед Гаврила Хромой. Гордея Иванова сын. И завелась с ним у Ивана вражда. Пока старик Гордей жив был, и Иван и отец хозяйствовал, жили мужики по-соседски. Понадобится сито бабам или ушат. Понадобится мужикам веритье или колесо сменить. До времени. Посылают из одного двора в другой и по-соседски помогают друг дружке. Забежит теленок на гумно. Сгонят и только скажут, не пускай, мол, у нас ворох не убран. А того, чтобы прятать да запирать на гумне или в сарае, или клепать друг на дружку, того и в заводе не было. Так жили при стариках. А стали хозяйствовать молодые, пошло другое. Затеялось все из пустого. Занеслась у Ивановой снохи рано курочка. Стала молодойка собирать к святой яйца. Что ни день, то идет за яичком под сарай в тележный ящик. Только спугнули, видно, ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу, и там снесла. Слышит молодойка, кудахтает курочка. Думает, теперь не досуг, убраться надо в избе под праздник. Ужотка зайду возьму. Пошла вечером под сарай к тележному ящику. Нет яичка. Стала молодойка спрашивать свекровь. Девере, не брали ли? Нет, говорят, не брали. А тараска деверь меньшей. Говорит, твоя хохлатка на дворе у соседа снесла. Там и кудахтала, и оттуда прилетела. Посмотрела молодойка на свою хохлатку. Сидит рядом с петухом на перемете. Уж глаза завела, спать собралась. И спросила бы у ней, где снесла, да не ответит. И пошла молодойка к соседям. Встречает ее старуха. Чего тебе, молодка, надо? Да что, говорит бабушка, моя курочка к вам нынче перелетала? Не снесла ли она яичко где? И видом не видали. У нас свои бог дал, давно несутся. Мы своих собрали, а нам чужих не надо. Мы, девушка, по чужим дворам яйца собирать не ходим. Обидно стало молодойке. Сказала слово лишнее. Соседка еще два. И стали бабы ругаться. Шла Иванова жена с водой тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, стала соседку укорять. Помянула, что было, да и то, чего не было, приплела. И пошла трескотня. Все вдруг кричат, норовят по два слова врасовое говорить. Да и слова-то все дурные. Ты такая, ты секая, да ты воровка, шлюха, ты истерика свекра, мором морешь, ты бесставочная, а ты поберушка, сито мое продрала. Да и коромысл-то у тебя наше, давай коромысла. Ухватились за коромысла, воду пролили, платки сорвали, стали драться. Подъехал с поля Гаврила, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном. Свалились в кучу. Иван мужик здоровый был, раскидал всех. Гавриле клуб бороды выдрал. Сбежался народ, на силу разняли. С того началось. Завернул Гаврила свой клуб бороды в грамотку и поехал в волосную судиться. Я, говорит, не затем ее растил бороду-то, чтобы мне ее конопатый Иванька драл. А жена его соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда. Уговаривал их с печи старик еще с первого дня, да не послушались молодые. Говорил он им. Пустое вы, ребята, делаете, из пустого дела заводите. Вы подумаете, все дело у вас из-за яйца завязалось. Подняли ребятишки яичко, ну и бог с ним. В одном яйце корысти нисколько. У бога про всех хватит. Ну, дурное слово сказала. А ты его поправь. Научи, как лучше сказать. Ну, подрались, грешные люди, бывает и это. Ну, пойдите попроститесь, да крышка всему. А на злое пойдете, вам хуже будет. Не послушались молодые старика. Думали, что все это старик не к делу, говорит, а только по-стариковски брюзжит. Не покорился Иван соседу. Иа, говорит, ему бороды не рвал. Он ее сам себе выщипал. А его сын мне пельки оборвал и всю рубаху на мне. Вот она. И поехал Иван судиться. Судились они и у мирового, и у волосного. Пока судились, пропал у Гаврилы из телеги шкворень. Поклепали Гавриловы бабы этим шкворням Иванова сына. Мы, говорят, видели, как он ночью мимо окна к телеге подходил. А кума сказывала, он в кабак заезжал. Там кабашеньку шкворням набивался. Опять стали судиться. А дома, что ни день, то брань, а то и драка. И ребята бронятся, у старших научаются, И бабы на речке сойдутся, Не столько вальками бьют, Сколько языками стрекочут. И все назло. Сначала клепали мужики друг на дружку. А потом и вправду. Чуть что плохо лежит, стали и таскать. И так и баб, и ребят приучили. И стало житье их все хуже и хуже. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым и на сходках, И в волосном, и у мирового, Так что и судьям всем надокучили. То Гаврила Ивана под штраф подведет, Или в холодную, То Иван Гаврилу. И что больше они друг дружке пакостили, То больше злились. Собаки схватятся, Что больше дерутся, То больше остервеняются. Собаку сзади бьют, А она думает, Что это ее так усает, И еще пуще зарится. Так и эти мужики. Поедут судиться, Их накажут того-либо другого, Штрафом или арестом. И за все это у них Друг на дружку сердце разгорается. Погоди ж, мол, Я тебе все это выворучу. И шло так у них дело Шесть годов. Только старик на печи Все одно говорил. Начнет, бывало, усовещивать. Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все счеты, Дело не упускайте, А на людей не злобьтесь, Лучше будет. Да что больше злобитесь, То хуже. Не слушают старика. Зашло дело на седьмом году О том, что на свадьбе Стала сноха Иванова Гаврилу при народе срамить. Стало его уличать, Что он с лошадьми попался. Был Гаврила пьяный, Не сдержал своего сердца, Ударил бабу И зашип так, Что она неделю лежала, А баба тяжелая была. Обрадовался Иван, Поехал с прошением к следователю. Теперь, думает, Развяжусь я с соседом, Не миновать ему Острога или Сибири. Да опять не вышло Иванова дело. Не принял следователь прошения. А свидетельствовали бабу, Баба встала и знаков нет. Поехал Иван к мировому, И тот переслал дело в волосное. Стал Иван хлопотать в волости, Писарю со старшиной Полведра сладкой пропоил И выхлопотал, Что присудили высечь Гавриле спину. Прочли Гавриле на суде решение. Читает Писарь. Суд постановил наказать Крестьянина Гаврилу Гордеева Двадцатью ударами розок При волосном правлении. Слушает Иван решение И глядит на Гаврилу. Что от него теперь будет? Выслушал Гаврила, Побелел как полотенце, Повернулся, вышел в сене. Вышел за ним Иван, Хотел к лошади, Да услыхал, Говорит Гаврила. Ладно, говорит. Он мою спину высечет, Загорится она у меня. Да и у него как бы Больнее чего не загорелось. Услыхал эти слова Иван, Тотчас вернулся к судьям. Судья праведная, Он меня спалить грозит. Прислушайте, При свидетелях сказал. Призвали Гаврилу. Правда ты говорил? Я ничего не говорил. Секите, коли ваша власть есть. Видно мне одному За мою правду страдать, А ему все можно. Хотел еще что-то сказать Гаврила, Да затряслись у него И губы, и щеки, И отвернулся к стенке. Испугались даже судьи, Глядя на Гаврилу, Как бы, думают, Он и впрямь чего худого Над соседом Или над собой не сделал. И стал старичок судья говорить. А вот что, братцы, Сойдитесь-ка вы лучше добром. Ты, брат Гаврила, Разве хорошо сделал? Тяжелую бабу ударил. Ведь хорошо Бог помиловал, А то какой бы грех сделал. Разве хорошо? Ты повинись, Да поклонись ему. А он простит. Мы это решение перепишем. Услыхал это писарь и говорит. Это нельзя, Потому что на основании 117 статьи Миролюбивое соглашение Не состоялось, А состоялось решение суда, И решение должно войти в силу. Но судья не послушал писаря. Будет говорить, Язык чесать-то. Первая статья брата дна, Бога помнить надо, А помириться Бог велел. И стал судья опять уговаривать мужику, Да не уговорил. Не стал его Гаврила слушать. Мне, говорит, Без году пятьдесят, У меня сын женатый, И бит я, Отродясь не был. А теперь меня Конопат Иванька Под розги привел. Да я же ему поклонись. Ну да будет, Попомнит меня Иванька. Задрожал опять голос у Гаврилы, Не мог больше говорить. Повернулся и вышел. От волости до двора Десять верст было. Вернулся Иван домой поздно. Уж бабы вышли Скотину встречать. Отпряг он лошадь, Убрался и вошел в избу. В избе никого не было. Ребята с поля не ворочались, А бабы скотину встречали. Вошел Иван, Сел на лавку и задумался. Вспомнил он, Как Гавриле решение объявили, И как он побелел И к стене повернулся. И защемило ему сердце. Примерил он к себе, Кабы его высечь присудили. И жалко ему стало Гаврилы. И слышит он, Закашлялся старик на печи. Поворочился, Спустил ноги и полез в печи. Сполз старик, Протащился до лавки и сел. Уморился до лавки доползть. Кашлял, кашлял старик. Откашлялся, Оперся на стол и говорит, Что ж, присудили? Иван говорит, Двадцать роск присудили. Помотал головой старик. Худо, говорит, Иван, ты делаешь. Ох, худо. Не ему, Себе худо делаешь. Ну, Выпурят ему спину. Тебе-то полегчает, что ли? Вперед не будет, Сказал Иван. Чего не будет-то? Чем он хуже тебя делает? Как, чего он мне сделал? Заговорил Иван. Он бабу бы до смерти убил. Да он и теперь сжечь грозится. Что же ему кланяться за это? Вздохнул старик и говорит, По всему ты, Иван, Вольному свету ходишь и ездишь, А я на печи, который год лежу. Ты думаешь, что ты все видишь, А я ничего не вижу. Нет, малый. Тебе ничего не видно. Тебе злоба глаза заметила. Чужие-то грехи перед собой, А свои за спиной. Что сказал? Он худо делает. Кабы он один худо делал, Зла бы не было. Разве зло промеж людьми От одного заводится? Зло промеж двоих. Его плохоту тебе видно, А свою не видать. Кабы он один был зол, А ты бы хорош. Зла бы не было. Бороду-то ему кто выдрал, Копну-то испольную кто поднял, По судам-то кто его волочил, А все на него воротишь. Сам плохо живешь, От того и худо. Не так я, брат, жил. И не тому вас учил. Мы с стариком, с отцом его, Разве так жили? Мы жили как? По-суседски. У него мука дошла, Придет баба, Дядя Фроу, Муки надо. Иди, мол, Молотка в амбар, Насыпай сколько надо. У него некого с лошадьми послать, Ступай, вонятка, Сведи его лошадей. А у меня чего нехватка, Иду к нему. Дядя Гордей, Того-то, Того-то надо. Бери, Дядя Фроу. Так у нас шло. И вам житье легкое было, А теперь что? Вот намеднее, Солдат про плевну сказывал. Что же у вас теперь Война хуже плевны этой? Разве это житье? А грех-то? Ты мужик, Ты хозяин в дому, С тебя спросятся. Ты чему своих баб Да ребят учишь? Собачица. Намеднись, Тараска и тот сопляк, Тетку Арину костит по матери, А мать на него смеется. Разве это добро? Ведь с тебя спросятся. Ты об душе-то подумай, Разве так надо? Ты мне слово, Я два. Ты мне плюху, Я тебе две. Нет, малый. Христос по земле ходил, Не тому нас дураков учил. Тебе слово, А ты смолчи. Его самого совесть обличит. Вот как он нас, батюшка, учил. Тебе плюху, А ты под другую подвернись. Намолбей, Коль я того стою. А его совесть и зазрит. Он и смирится, И тебя послухает. Так-то он нам приказывал, А не горды бачить. Что ж, молчишь, Так ли я говорю? Молчит Иван, Слушает. Закашлялся старик, На силу отплевался. Опять стал говорить. Ты думаешь, Христос-то нас худому учил? Ведь все для нас же, Для добра. Ты об земном житье-то своем подумай. Что тебе лучше, Али хуже стало, С тех пор, Кай эта плевна у вас завелась? Ты посчитай-ка, Что ты провел добра нас суды, Что ты проездил, Да прохарчил. У тебя сыновья-то, Какие орлы поднялись. Тебе бы жить, да жить, Да в гору идти, А у тебя достаток убывать стал. А от чего? Все от того, От гордости твоей. Тебе надо с ребятами в поле ехать, Да самому рассеять, А тебя враг к судье, Али к старкулисту, Какому гонит. Не вовремя спашешь, Не вовремя посеешь, Она, матушка, и не родит. А вез-то от чего нынче не родился, Ты когда сеял? Из города приехал, А что высудил? Себе на шею. Эй, малый, Ты свое дело помни, Ворочай с ребятами на пашне, Да в дому. А обидел тебя кто? Так ты по-божье прости, И по делу-то вольготнее тебе будет, И на душе-то легкость у тебя всегда будет. Молчит Иван. Ты вот что, Ваня, Послушай ты меня, старика, Пади ты запряги Чалова, Поезжай ты тем же следом в правление, Прикрой ты там все дела, И поди ты наутро к Гавриле, Попростись ты с ним по-божески, Да к себе позови, Завтра же праздник, Дело было под Рождество Богородицы, Поставь самоварчик, Пол штоф возьми, И развяжи ты все грехи, Чтоб и впредь их не было, И бабам, и детям закажи. Вздохнул Иван, Думает, Правду старик говорит, И отошло у него вовсе сердце, Только не знает, Как дело это сделать, Как помириться теперь. И начал опять старик, Точно угадал. Пади, Ваня, Не откладывай, Туши огонь вначале, А разгориться не захватишь. Хотел еще что-то сказать старик, Да не договорил, Пришли бабы в избу, Защекотали, Как сороки. До них уже вести дошли, И как Гаврилу присудили, Розгами высечь, И как он сжечь грозился. Все узнали, И своего приплели. И уж с Гавриловыми бабами На выгоне опять Побраницу успели. Стали рассказывать, Как им Гаврилова сноха Грозилась производителем. Производитель, мол, Гаврилову руку тянет. Он теперь все дело перевернет, А учитель, мол, Уж другое прошение Самому царю На Ивана писал. И в прошении Все дела прописаны. И об шкворне, И об огороде, И половина усадьбы Теперь к ним перейдет. Послушал их речи Иван, И застыл у него опять сердце, И раздумал Мириться с Гаврилой. У хозяина во дворе Всегда дела много. Не стал с бабами говорить Иван, А встал и пошел из избы, Пошел на гумно и в сарай. Пока убрался там, Довернулся во двор, Уже и солнышко зашло. Подъехали и ребята с поля. Они яровое под зиму Надвоем пахали. Встретил их Иван, Порасспросил про работу, Пособил убраться, Отложил хомут разорванный, Починить, Хотел еще убрать жерди под сарай, Да уж вовсе смерклась. Оставил Иван жерди до завтра, А подкинул скотине корму, Отворил ворота, Выпустил тараску с лошадьми На улицу ехать в ночное, И опять запер ворота, Заложил подворотню. Теперь поужинать да и спать, Подумал Иван, Захватил хомут рванный И пошел в избу. И забыл он к тому времени И про Гаврилу, И про то, что отец говорил. Только взялся за кольцо, Входит в сене, Слышит, Из-за плетня ругается на кого-то Сосед хриплым голосом. «На кой его дьявола?» Кричит на кого-то Гаврила. «Убить его стоит!» Так и всплыло у Ивана От этих слов Все прежнее зло на соседа. Постоял он, послушал, Покуда Гаврила ругался. Затих Гаврила. Пошел и Иван в избу. Вошел он в избу. В избе засветили огонь, Молодайка в углу сидит за пряхой. Старуха ужинать собирает. Старший сын Оборки вьет на лапте, Второй у стола сидит с книжкой. Тараска в ночное убирается. «В избе все хорошо, весело. Кабы не зазно бы это, сосед лихой». Вошел Иван сердитый, Сбросил кошку с лавки И баб разбронил, Что у них лоханье на месте. И скучно стало Ивану. Сел он, нахмурился И стал хомут чинить. И не идут у него из головы Гавриловы слова, Как он на суде погрозился И как сейчас прокричал Хриплым голосом про кого-то Убить его стоит. Собрала старуха Тараски ужинать. Поел он, надел шубенку, кафтан, Подпоясался, взял хлеба И пошел на улицу к лошадям. Хотел его старший брат проводить, Да сам Иван встал и вышел на крыльцо. На дворе уж вовсе темно. Черно стало на волокло, И поднялся ветер. Сошел Иван с крыльца, Подсадил сынишку, Пугнул за ним жеребенка, И постоял, посмотрел, Послушал, как поехал Тараска Вниз по деревне, Как съехался с другими ребятами, И как все они выехали Из слуха вон. Постоял, постоял Иван у ворот, И не выходят у него Из головы Гавриловы слова. Как бы у тебя больнее не загорелось. И себя, думает Иван, не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет где с задов, Сунет огонь. Да и был таков, Сожжет злодей, Да и прав останется. Вот кабы накрыть его, Уж не ушел бы. И так запала это Ивану Думка в голову, Что не пошел он назад на крыльцо, А прямо сошел на улицу И за ворота, за угол. Дай обойду двор, Кто его знает. И пошел Иван Тихой ступней вдоль ворот. Только зашел он за угол, Поглядел вдоль плетня, И покажись ему, Что на том-то углу Что-то мотнулось, Как будто высунулось, И опять спряталось за угол. Остановился Иван, И притих. Слушает и смотрит, Все тихо, Только ветер листочки На лозине треплет, И по соломе шуршит. То было темно, Хоть глаз выткни, А то пригляделись Глаза в темноте, И видит Иван Весь угол, И саху, И застреху. Постоял он, Посмотрел. Нет никого. Видно, Померещилось, Подумал Иван, А все-таки Обойду. И пошел, Крадучись, Вдоль сарая. Ступает Иван Тихо в лаптях, Так что и Сам своих шагов Не слышит. Дошел до угла. Глядь, На том конце Что-то блеснуло У сахи И опять скрылось. Так и ударило Ивана в сердце И остановился он. Только остановился он, На том же месте Вспыхнуло ярче И явственно видно. Сидит на корточках К нему спиной Человек В шапке И соломы Пучок В руках Разжигает. Забилось У Ивана Сердце В груди Как птица И напружинился Он весь И зашагал Большими шагами Сам под собой Ног не слышит. Но думает, Теперь не уйдет На месте Захвачу. Не дошел Иван еще Двух прогалков Как вдруг Засветилось Ярко-ярко Да уж Не на том месте И не маленький Огонек А полымем Вспыхнула Солома Под застряхой И на крышу Несет И Гаврила Стоит И всего Его видно Как ястреб На жаворонка Бросился Иван на хромого Скручу, Думает, Не уйдет Теперь Да услыхал Видно Хромой шаги Оглянулся И откуда Прыть взялась Заковылял Как заяц Вдоль сарая Не уйдешь Закричал Иван И налетел на него Только он Хотел Ухватить Его за шиворот Вывернулся У него Из-под рук Гаврила Поймал его Иван За полу Пола Оборвалась И упал Иван Вскочил Иван Караул Держи И побежал Опять Пока он Поднимался Гаврил уже Был у своего Двора Но и тут Иван Настиг его И только Хотел сцапать Как вдруг Оглушило его Что-то По голове Как камнем Ударило По темени Это Гаврила У двора Поднял Дубовый кол И когда Иван Подбегал К нему Со всего Маху Ударил Его В голову Очумел Иван Посыпались У него Искры Из глаз Потом Потемнело И зашатался Он Когда он Опомнился Гаврилы Не было Было Светло Как днем И со стороны Его двора Как машина Шла Гудело И трещало Что-то Иван Повернулся И увидал Что Задний Сарай Его Полыхал Весь Боковой Сарай Захватило И огонь И дым И оскретки Соломы С дымом Гнало На избу Что же Это Братцы Скрикнул Иван Поднял Руки И хлопнул Ими себя Поляшком Ведь Мне бы Только Выдернуть Из-за Стрехи Да затоптать Что же Это Братцы Повторил Он Хотел И ходу Вся скотина Сгорела Куры Когда завалился Потолок В избе Он Полез В самый Жар Ухватил Обгорелое Бревно И потащил Его Из огня Бабы Увидали Его И стали Звать Назад Но Он Вытащил Бревно И полез За другим Да Пошатнулся И упал На огонь Тогда Сын Полез За ним И вытащил Его Опалил Себе Иван И бороду И волосы Прожег Платье И испортил Руку И ничего Не чуял Это он С горя Одурел Говорил Народ Стал Пожар Утихать А Иван Все стоял И только Приговаривал Братцы Что же Это Только Выхватить К утру Прислал За Иваном Староста Сына Дядя Иван Твой Родитель Помирает Велел Тебя Звать Проститься Забыл Иван И про Отца И не понял Что ему Говорят Какой Говорит Родитель Кого Звать Велел Тебя Звать Проститься Он У нас В избе Помирает Пойдем Дядя Иван Сказал Старостин Сын И потянул Его За руку Иван Пошел За Старостин Сыном Старик 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 Выносили Окинуло Соломой С огнем И обожгло Его Снесли К старости На дальнюю Слободу Слобода Эта Не сгорела Когда Иван Пришел К отцу В избе Была Только одна Старушка Старостина И ребята На печке Все были На пожаре Старик Лежал На лавке С свечкой В руке И косился На дверь Когда Сын Вошел Он Зашевелился Старуха Подошла К нему И сказала Что пришел Сын Он Велел Позвать Его Ближе Иван Подошел И тогда Старик Заговорил Что Вонятка Сказал Он Говорил Я тебе Кто Сжег Деревню Он Батюшка Сказал Иван Он Я И застал Его При мне Он И огонь В крышу Сунул Мне Только Выхватить Клок Соломы С огнем Да Затоптать И ничего Бы Не было Иван Сказал Старик Моя Смерть Пришла И ты Помирать Будешь Чей Грех Иван Уставился На отца И молчал Ничего Не мог Выговорить Перед Богом Говори Чей Грех Что я тебе Говорил Тут только Очнулся Иван И все Понял И засопел Он Носом И сказал Мой Батюшка И пал На колени Перед Отцом Заплакал И сказал Прости Меня Батюшка Виноват Я Перед Тобой И Перед Богом Старик Подвигал Руками Перехватил В левую Руку Свечку И Потащил Правую Колбу Хотел Перекреститься Да Собирался Иван Дворы Разместили Шире Иван С Гаврилой Остались Опять Соседями В одном Гнезде И Жили Иван С Гаврилой По-соседски Так же Как Жили Старики И Помнит Иван Щербаков Наказ Старика И Божье Указание Что Тушить Огонь Надо Вначале И Если Ему Кто Худое Сделает Норовит Не Другому Зато Выместить А Норовит Как Дело Поправить А Если Ему Кто Худое Слово Скажет Норовит Не То Злее Ответить А Как Бы Того Научить Чтобы Не Говорить Худого И Так И Баб И Ребят Своих Учат И Поправился Иван Щербаков И Стал Жить Лучше Прежнего